Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 3 сентября, неделя 13 по Пятидесятнице, по празднству Успения Пресвятой Богородицы. Православная Церковь совершает празднование иконе Божией Матери «Прибавление ума». Данные исследователи говорят о том, что иконография образа сложилась в XVI веке под влиянием западных гравюр и икон со сложной символикой. Однако большая часть сохранившихся икон «Прибавление ума» относится к XVIII-XIX векам. На них Пресвятая Дева и Богомладенец изображаются с царскими венцами на главах. При этом Христос благословляет правой рукой, а в левой руке – его держава, символ царской власти. Богоматерь с младенцем изображается на темнооливковом фоне в лучах божественного света. Особенность иконы – своеобразное одеяние. Божия Матерь облачена вместе с Богомладенцем в длинный колоколообразный плащ-далматик. Он красного цвета, богато расшит золотыми крестами и украшен драгоценными камнями. В верхних углах иконы – лампады с языками пламени. Пречистая Дева изображена на фоне звездного неба, открывающегося под аркой портала. С обеих сторон подлетают к Богоматери с младенцем ангелы с зажженными свечами. Над головами их три серафима, в подножии херувим с распростертыми крыльями. Внизу виднеется город, символ горнего Иерусалима. Сохранилось старинное сказание, объясняющее происхождение названий иконы. В ближайшее время, после патриарха Никона, жил в Москве один благочестивый человек. Много он читал книг церковных иосифовского времени, а потом стал читать книги, исправленные патриархом Никоном. Начитавшись тех и других книг, стал он много думать и размышлять. Будет ли он прав пред Богом и каким книгам нужно следовать ему, чтобы спастись? Долго он думал, но решить вопросы не мог и сошел с ума. Когда возвращалось к нему сознание, он молился Божьей Матери, чтобы она возвратила ему разум. По его молитве последовало ему видение Божьей Матери. Она заповедала ему написать образ в том виде, как она явилась ему, и молиться пред Ним, и обещала, что если он исполнит это, будет здоров. Человек тот был иконописец. После видения, когда возвращалось к нему сознание и прояснялся рассудок, он принимался писать образ Божьей Матери. Но так как видение было кратко, то он забывал, как писать образ. Тогда он снова молился Богоматери и продолжал писать так, как внушал ему Бог. Таким образом, он написал икону и назвал ее «Прибавление ума». В начале XX века русский исследователь Андрей Александрович Титов установил, что прототипом иконы Божьей Матери «Прибавление ума» послужила статуя Богоматери из города Ларетта в Италии. Точное указание на первообраз дал ему академик Никодим Павлович Кондаков. Изображение этой иконы появилось на Руси, очевидно, с XVI века. В Ларетта находится святой домик или святая хижина, где помещается образ Богоматери. Этот образ сделан целиком из кедрового дерева, покрытого сплошь бриллиантовыми ривьерами и жемчужными нитками. Изображение Богоматери в общем сходно с иконой «Прибавление ума», которая западного происхождения только переделана на московский манер. В конце XX столетия выводы Титова получили новые подтверждения трудами многих итальянских историков, археологов и искусствоведов. Паломники к святому дому в Ларетта теперь могут увезти с собой такую же картонную иконку «Прибавление ума», какая продается в московских православных церковных лавках, только под итальянской иконкой добавлена подпись «Богоматерь Ларетская». Русская икона XVIII века. Старославянская надпись гласит «Икона Пресвятой Матери Божией, Пречистой Девы Марии, называемая «Ключ мудрости». На Руси самая древняя из известных икон Божией Матери «Прибавление ума» находится в Ярославской области в Покровском храме города Романов Борисоглебск-Тутаев. Чудотворный образ «Прибавление ума» начала XVIII века находится в московском Тихвинском храме в Алексеевском. Перед этой иконой обращаются с молитвой к Богоматери и Ея Богомладенцу как источнику высшей мудрости и разума. Просят о прибавлении ума, о даровании помощи в учении, а также о духовном просвещении и помощи в воспитании детей. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых апостола от семидесяти Фаддея, мученицы Вассы и Чад ее, мучеников Феогния, Агапия и Писта, преподобного Авраамия Смоленского Архимандрита, преподобной Марфы Девеевской-Меляковой, чествуется собор московских святых, преподобного Авраамия Трудолюбивого Печерского в Ближних Пехерах, преподобномученика Рафаила Мамчеловича Игумена Шишатоватского, священномученика Александра Елоховского Пресвитера, священномучеников Павла Ягодинского и Феодора Калистого Пресвитеров, преподобномученика Игнатия Доланова Яромонаха. Совершается празднование в иконе Божией Матери, святописанное. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Будьте Богом хранимы и Его Пречистой Матерью. Многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok